Только сел за баранку, сразу понял, это мое, рассказывает Николай Дмитриевич. Сменить работу и мысли ни разу не приходило. Даже в то время, когда в городе стали появляться обновленные автобусы и трамваи. Наконец, меняют и троллейбусы. Новым машинам водитель не нарадуется. Все сравнивает с предыдущими. Эта модель белорусского троллейбуса самая лучшая. Со знанием дела, говорит Николай. С новейшей электроникой знакомился почти два месяца. Теперь ответственно заявляет, пассажиры будут довольны. Они мягко идут, как на «Жигулях» едут. Двери, посадка хорошая. В принципе, руль хороший, как на «Жигулях». В принципе, хороший. Очень удобный. Не то, что эти 7,5, вот эти хорошие, удобные. И мягко идут, как в России, где кремлят, ничего. Ключи от новых троллейбусов как знак особого почета. Водители принимают их с большим трепетом. Делятся. Проводить столько времени за рулем общественного транспорта – труд не из легких. Уверены, теперь пассажиры будут чаще им улыбаться. Поездка на новых троллейбусах станет куда более комфортной. Сегодня день поистине добрый и холодный, потому что нам получили ключи от новых троллейбусов, которых так долго ждали. Мои товарищи уже с застойством оценили новую модель этих троллейбусов. Я думаю, этому событию будут рады не только водители, но и наши уважаемые пассажиры. 19 новых машин в трамвайно-троллейбусном управлении – это самая большая поставка за последние 20 лет. Кроме того, пришли новые комплекты информационных систем. Напомню, в марте же автобусный парк общественного транспорта пополнился на 82 машины. Такие быстрые темпы обновления транспортной отрасли стали возможны только благодаря скоординированной работе всех ветвей власти – области и города. Нам надо сделать все, чтобы к чемпионату мира прийти с транспортом, который бы удовлетворил не только нашего пассажира, нашего гражданина в Санатской области, но удовлетворял и тех, кто приедет к нам в гости. Это очень хорошие темпы для развития города, для того, чтобы город становился более удобным для жителей, чтобы повышалось настроение у граждан, о чем говорил Николай Иванович. И мы с этого курса, конечно, с вами не свернем, будем только наращивать наши усилия. Новые троллейбусы низкопольные, их в час пик могут вместить до 100 человек. В них предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также панус для инвалидов-колясочников. Инвалидная коляска должна располагаться в общественном транспорте против направления движения и опираться либо на перегородку, либо на опорную панель в застопленном положении. И вот что главное. В случае отключения электричества новые троллейбусы не встанут посреди перекрестка. Накопленной энергии хватит, чтобы отъехать к обочине и не мешать другим участникам движения. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.